Здарова! Все мы с вами любим кино и эту потрясающую широкую атмосферную картинку. В своих работах я частенько использую широкие соотношения сторон, такие как 16 к 9, либо 2 к 1. В кинематографе для получения такой ширины используются специальные анаморфные оптики, которые позволяют сжать свет по горизонтали и с сохранением фокусного расстояния получить картинку более широкую. Но что же делать нам, фотографам? На самом деле выхода два. Первый, также использовать анаморфные насадки и вариант второй, конечно же прибегнуть к магии фотошопа. В первом случае стоит учесть то, что хороший анаморфный объектив стоит как крыло от боинга, а самый доступный на данный момент объектив для фотографии стоит порядка 60 тысяч рублей, да и то предназначен для кроп-камеры. Многие считают, что анаморф для фотографа это несбыточная мечта. На самом деле я тоже так считал, пока не собрал свой рабочий вариант, который полноценно работает с фулл-фрейм камерой и фокусным расстоянием 45 миллиметров, то есть достаточно широким углом. Если вообще вам интересно, как эта штукенция работает, из чего она состоит, как я ее собрал, обязательно поставьте лайк этому видео и я запишу полноценный видеообзор, расскажу где заказал комплектующие, как это все собрал, как это все работает, как это потом в пост-обработке все реализуется. В общем, будет интересно. Ну а пока вы не обзавелись своим анаморфом, я вам расскажу, как все это обрабатывается вторым способом через фотошоп. Поехали! Окей, врываемся в фотошоп. Для начала возьмем типичный кадр с соотношением сторон 3 к 2. Продублируем слой через Command J и назовем его 16 к 9. Далее выбираем инструмент кадрирования и сверху в всплывающем меню ставим пропорции 16 к 9. Кстати, здесь же можете выставить любое соотношение сторон. Как видите, изначально фотошоп предлагает отрезать мне верх и низ кадра, но они же для меня так важны. Что ж, нам нужно растянуть границы рамки. Зажатым Alt я тяну рамку до верхней границы и нажимаю Enter. Вуаля! Картинка скадрирована, теперь нам надо заполнить пустоты слева и справа. Для этого я воспользуюсь инструментом прямоугольное выделение. Выделяю часть фотографий от правого края до модели. Важно не захватывать саму модель, иначе после будет беда. Далее дублирую слой и применяю к появившемуся слою инструмент свободного трансформирования. Сочетание клавиш Command T и растягиваю выделенную область до правого края. Так как мы создали копию из предыдущего слоя, фотошоп умным образом перенес пиксели без канала прозрачности и свободное трансформирование применялось исключительно на физические пиксели. Таким образом наша рамка стала примагничиваться к краю фото, и нам не нужно стараться попасть в край фотографии. Жмем Enter. То же самое мы проделаем с левой частью фоточки. Выбираем слой 16 к 9, далее от балды выделяем левую часть до модели. Не страшно, что входит слева пустота, она исчезнет после дублирования слоя. Дублирую слой и свободным трансформированием тащу рамку в левый край. Вуаля, опять рамка примагничивается и пиксели попадают со 100% точностью в край кадра. Объединим наши слои и посмотрим на них до-после. Этот простой метод очень хорошо работает с портретами малой крупности. Проделаем операцию еще раз. Дублируем слой, кадрируем в 16 к 9, инструментом рамка выделяем правую часть, дублируем, свободным трансформированием тянем вправо. И аналогично проделаем все то же самое с левой частью. Закрепим этот алгоритм на третьем фото. Дублируем фоновый слой, далее кадрируем в 16 к 9, прямоугольным выделением клавиша M, если что. Вы выбираете правую область, заново дублируем выделенную область и через свободное трансформирование тянем вправо до того, как она не примагнитится. Далее активируем предыдущий слой, опять выделением захватываем левую область, дублируем ее и растягиваем дубликат слоя влево. Теперь можно объединить все слои и посмотреть на до-после. Практически всегда я пользуюсь именно этим способом, но есть портреты более крупные, где расстояние между моделью и краем кадра слишком маленькое. Здесь нам нужно прибегать к следующей хитрости. Давайте рассмотрим пример, где расстояние от модели до края кадра значительно меньше и простое растяжение будет смотреться не ахти. Что ж, будем колдовать. Прямоугольным выделением захватываем правую часть вместе с рукой. Я постараюсь не захватывать бедра. Дублирую слой и тяну его вправо. Как видите, фон сохранил реалистичность, но рука растеклась. Исправляем это, создаем на нашем новом слое маску и рисуем черной кистью по белой маске руку. Можно, конечно, и плащ, хотя нет, плащ оставим. Смотрится он вполне нормально. Аналогично сделаем и левую часть фотографии. Выделяем область с рукой и дублируем пиксели из слой 16 к 9. Далее тянем влево и также, создав маску, закрашиваем руку. Тут нужно немного попотеть с повторяющимися паттернами, но в целом все реализуемо. Объединим наши слои и посмотрим на до-после. Вуаля! Едем дальше. Еще более сложный случай. Правая часть фотографии тянется без проблем. Все достаточно правдоподобно. Но вот левая часть слишком мала. Ткань начинает тянуться нереалистично. Видно, что она слишком сильно растянулась по горизонтали. Откатываемся назад и поступим, как на предыдущей фотографии. Выделим левую часть фотографии с захватом ноги. Странсформируем область. И, как видите, у нас нога превратилась в длинную сосиску. Создадим на слое маску и начнем возвращать оригинальный размер ноги путем прорисовки. Также верну часть тряпичного фона. Постараюсь сделать более мягкий переход за счет мягкой кисточки. В некоторых случаях будет уместно понизить ее прозрачность. В целом, не так-то трудно. Есть еще один нюанс, который греет мне душу. Когда я кадрирую с наращиванием информации по краям, я не отрезаю полезную область пикселей, а наоборот наращиваю их с двух сторон. И мои кадры, которые были в 42 Мп и в 7952 точки по горизонтали, превращаются в гигантские 50-мегапиксельные кадры. С длиной стороны уже в 9430 пикселей. Окей, продолжаем. Теперь попробуем заполнить фон без использования инструмента свободного трансформирования. Идеально этот способ работает на фото с однородным фоном. Просто кадрируем фотографию в соотношениях сторон 16 к 9 и прямоугольным выделением захватываем пустоты справа и слева от фотографии. Клацаем на правую кнопку мыши и выбираем Fill, заливка. Обязательно убедитесь, что у вас стоит вкладка Content Aware с учетом содержимого. И нажимаем ОК. Как видите, все заливается очень и очень аккуратно. Есть еще более простой способ, вообще максимально автоматизированный. Откатимся назад. А вот в момент кадрирования нам нужно поставить галочку сверху, Content Aware. И тогда после обрезки пустоты автоматически заполнить подобной информацией. Хм, вроде максимально просто. Но этим способом я вообще никогда не пользуюсь, так как он непредсказуем со сложными фонами. Давайте попробуем выполнить операцию вот на этой фотографии. Как видите, все грустно. Фотошоп не такой уж и умный в данном случае. Поэтому будем действовать иначе. Можно, конечно, растянуть правую и левую части, но это было бы слишком просто. Попытка заполнить пространство вручную тоже не дает хорошего результата. Но у меня есть особая хитрость. Заливка с учетом содержимого заполняет пустоту, опираясь на имеющиеся пиксели в кадре. А что, если мы зададим изначальные пиксели более ограниченными и простыми, с меньшим количеством деталей? Итак, выделим правую часть изображения с черной пустотой и частью физических пикселей. Дублируем слой и заливаем эту пустоту. В данном случае заливка срабатывает отлично, так как образец, тонкая полоска пикселей, очень проста по своему рисунку, и фотошоп с легкостью ее может продлить. Аналогично заполним левую область. Выделяем больше пространства, дублируем слой, выделяем пустоту и заполняем с учетом содержимого. Оп! Весьма терпимо. Объединим слои и восстанавливающей кистью продлим линию пола. С зажатым Alt кликаем на образец Донор и мазюкаем по прямой траектории, также частично захватив пространство по краям линии. Едем дальше, все уже на автомате. Кадрируем в 16 к 9, правую часть я растяну на глаз без дублирования слоев, а вот левая часть растянется у нас не так хорошо. Поэтому мы немножечко откатимся назад и левую пустоту заполним с учетом содержимого. Как видите, фотошоп нам не так уж и хорошо залил эту пустоту, но в любом случае мы можем восстанавливающей кистью продлить стыки наших досок. Следующий пример чуть более сложный. Дублируем слой, кадрируем в 16 к 9 и растягиваем левую часть картинки. У нас ужасно тянется кресло. Не вариант. Использовать свободную трансформацию не выйдет, но на помощь к нам придет хитрый инструмент, контент AWS Scale. Трансформация с учетом содержимого. Это аналог свободной трансформации, но с учетом содержимых объектов. Алгоритм старается найти и сохранить форму объектов в трансформируемой области, а однородные текстуры, такие как пол, тянутся свободно. Крутой инструмент. Давайте проделаем то же самое еще раз. Дублируем правую часть и применяем трансформацию с учетом содержимого. Здесь, к сожалению, алгоритм не распознал вазу и как-то косо ее натянул. Но мы хитрее. Смотрим внимательно. Отражаем слой с правой частью, выделяем кусочек с вазой, вырезаем пиксели с читанием клавиш Command X и вставляем их в слой выше. Свободным перемещением клавиша V перетаскиваем вазу в правый край, активируем слой ниже и уже тянем его через контент AWS Scale. Осталось немного замаскировать табуретку сверху простой маской и вуаля, наша картинка готова. По сути, мы можем комбинировать в каждом кусочке кадра вариации трансформирования. Объединил слои и посмотрим до после. Есть еще один способ заполнения пустоты через пластику. Давайте реализуем. Откатываемся назад, дублируем слой и в наглую тянем правую и левую части изображения. Далее выделяем левую часть картинки, открываем модуль пластика, сочетание клавиш Command Shift X и любым инструментом возвращаем кресло на место. Лично я пользуюсь Push Left Tool, горячая клавиша O. Обращайте внимание, чтобы у вас не трансформировались самые края кадра, а то вылезет пустота. Аналогично исправим правую область. Тут у нас еще ваза немного потянулась, но пластика творит чудеса. Давайте посмотрим до после. Также все в рамках допустимого. Отлично, едем дальше. Возьмем кадр с Инны из Исландии. Продублируем слой, кадрируем в 16 к 9 и проверим наши способы. Простое растяжение дает хороший результат, не мудрено, так как портрет малой крупности. Попробуем заполнить пустоты через Fill. А вот здесь уже все грустно. Паттерны сложны и достаточно похожи. Photoshop потерялся и вклеил мне песок снизу наверх. В общем, не вариант. Давайте откатимся назад. Возьмем инструмент LASSO и начнем выделять пустоту справа с небольшим хаотичным заходом на физические пиксели. Как бы повторяя рисунок скал. Выделяем инструмент заплатка. Убедитесь, что сверху у вас стоит Content Aware. И перетаскиваем выделение на текстуру Донор. С первого раза может выйти не так хорошо. Наша задача найти идеальное интегрирование текстуры. Я также исправлю получившийся стык на песке. Тут я буду выделять уже сразу заплаткой без LASSO. Операции аналогичные. И перетаскиваю на песок Донор. Также можно какие-то детали подправить. Совершенству нет предела. Поехали править левую часть. Ее я буду заполнять кусочками из разных локаций. Выделяю заплаткой область, ориентируясь на границы скал. И тащу на Донора. Аналогичным образом заполняю все оставшиеся пустоты. В завершение я накину корректирующий слой кривые, опущу им яркость. И через маску сделаю два градиента, которые будут затемнять края кадра. Своего рода виньетка. Ну, все выглядит достаточно круто. Не устали? Едем дальше. Еще один вариантик. Здесь у нас строго геометричный паттерн на фоне. И растянуть его просто так не получится. Слишком сильно бросается уж в глаза овальность коврика. Да и заполнить его с учетом содержимого не выйдет. Даже если мы будем использовать хитрую штуку с ограничением исходных пикселей. Даже если мы выделим большую часть пространства, выделение сработает с искажениями. Поэтому колдуем дальше. В данном случае мы имеем параллельные доски. И мы можем просто выделить прямоугольную зону справа и рекурсивно продублировать ее. А чтобы у меня не было стыков, я немного размою выделение. Пиксели на 5. Дублирую слой и перетаскиваю его вдоль траектории стыков досок. Опять дублирую слой и опять перетаскиваю. И так до полного заполнения пустоты. Здесь можно немного трансформировать перспективу. Зажатым Command двигаем рамку трансформации и искажаем слой. Далее объединяем наши кусочки и заполняем пустоту снизу. Готово. Переходим к левой части фотографии. Выделяем область с захватом части коврика, дублируем слой и перемещаем его влево. Здесь нам нужно попасть стык в стык. Для этого лучше понизить прозрачность слоя. Это позволит вам спокойно играть с перспективой и подобрать идеальное положение слоя. Далее возвращаем непрозрачность и маской удаляем ковер. Я воспользуюсь простым градиентом. И после немного затемню левый кусочек через кривую сочетание клавиш Command-M. Объединяем слои и вуаля, все готово. Ну что ж, я показал тебе достаточно большое количество способов расширения пропорций кадра. Я надеюсь тебе это видео было полезным, будешь пользоваться всеми этими добротами. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал. Если еще не подписан, так ты замотивируешь меня пилить новые видосы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok